всем большой привет спасибо большое что зашли ко мне в гости сегодня у нас будет особенный выпуск о котором я мечтала давно мы сегодня с вами будем говорить о сладких ароматах и видео так и называются ароматы сладкой женщины от другой сладкой женщины от моей ирины кстати подписывайтесь сюда на мой телеграм-канал здесь много всего интересного здесь вы найдете теплое общение о парфюмах и не только добро пожаловать в семейство парфюмерных фей ира человек увлеченный она тоже блогер у нее замечательный канал я оставлю обязательно ссылку как там говорится в ссылку в описании заходите туда у нее великолепнейшие коллекции и сегодняшняя подборка будет просто какая-то бомбезная исключительно все ароматы это просто вы знаете лучшее из лучшего и если вам интересно мое мнение об этих сладких ароматов мое видение то как я вижу как эти ароматы раскрывается именно на моей коже то добро пожаловать в это новое видео мы с вами начинаем и формат сегодняшнего видео у нас будет скорее всего куплю не куплю надо не надо и первый этот аромат у нас будет как раз таки из таких такой аромат без которого я просто не смогу жить это аромат от бренда килин принцесс там полное название аромира принц по нас айтубе принцесс далее что такое в общем серию в народе называют принцесса знаете потрясающий вот просто потрясающий вкусный сладкий аромат и многие говорили про этот парфюм то что не нужно брать его вслепую и что касаемо этого аромата на самом деле мне кажется его можно брать вслепой вот может быть я говорю какую-то кромольность но мне кажется этот аромат можно покупать вслепой вот он настолько безопасный он настолько понятный здесь нет никаких острых моментов он простой да он незамысловатый здесь нет какого-то потрясающего раскрытия но он такой милый он такой приятный он такой понятный он такой вкусный я была очень сильно удивлена когда я увидел его пирамиду у него в пирамиде только три ингредиента это маршмеллоу матча чай и имбирь то есть казалось бы это должен быть какой-то сладковатый чай с терпкостью и в принципе может быть так она есть но я не слышу здесь никакой чайности для меня первая ассоциация это был какой-то вот пряник не знаю имбирный не имбирный но такой вот вкусный свежий сладкий пряник посыпанный сверху такими вот возможно цедрой лимона или апельсина потому что я здесь слышу цитрусы я здесь слышу вкусные засахаренные цитрусы потом я здесь начала слышать печенюшность причем печенюшность такая вы знаете как будто какой-то очень дорогое вкусное мягкое домашнее французское печенье вот как то так я слышу этот аромат но настолько он очаровательный настолько он приятный он меня влюбил просто вот в полоборота я ходила в нем два дня понимаете в условиях постоянного тестирования парфюмов к сожалению мне нет времени носить отдельно аромат даже три дня три дня это но это практически нереально когда у тебя больше 100 флаконов когда у тебя десятки десятки ароматов на тестирование вы заметили до что я практически каждое видео я не повторяюсь у меня каждое новое видео это новые ароматы я редко делаю подборки из имеющихся уже парфюмов но я хочу кстати эту практику наверное на будущее уже себе в канал вставить потому что ну сколько можно говорить только про новые ароматы потому что отношение к старым тоже потом меняется что касаемо этого аромата вот он вообще не душно я здесь слышу в ваниль я здесь слышу печенье я здесь слышу молоко то есть и здесь есть какая-то немножко легкая лактонная нотка и это не чай с молоком для меня это молочный коктейль с кусочками цитруса то есть цитрус такие вот посыпанный сверху с молочной пенкой со взбитыми сливками с кусочками маршмеллоу и рядом лежит какая-то вкусная имбирная печенька вот так вот я слышу этот аромат очень очаровательно очень классный рекомендую просто всем этот парфюм вот идеально подойдет для праздников на выход куда-то либо чтобы скрасить какие-то холодные зимние дни и следующий аромат у нас будет не менее роскошный вот этот просто аромат у меня покорил мне просто не было шансов не было шансов в него не влюбиться это италика от бренда к сердцов вот я просто не могу я наверное им на душу здесь сегодня ничего не наносила вот настолько это потрясающий парфюм настолько я его хочу что я сразу хочу сотку я знаю что мне тридцатки будет мало вот знаете чем-то он не перекликается с принцессы принцесса и италика нет они не похожи но в них есть похожие какая-то вот это мягкая нежный печенюшная ноты и вот здесь тоже есть какой-то вот такой вот мягкий десерт с тестом очень вкусный то есть здесь есть еще какой-то алкогольный подтекст в этом аромате знаете что меня здесь еще поразило вот какое-то невероятно красивое раскрытие я здесь слышу все вот эти вот постепенные нюансы которые начинают проявляться со временем особенно красиво он звучит с кожи это просто потрясающе это просто что-то невероятно сначала я слышу печенье засахаренное опять-таки до вкусная слышу какую-то имбирную пряничность слышу даже имбирный наверное домик вот этот вода рождественский затем я слышу какие-то лактонные нотки вот прям конкретно лактонные нотки это не взбитые сливки это вот прям конкретно молоко и наряду с этим я слышу очень вкусную алкогольность возможно это какой-то ликер возможно это какой-то амаретто может быть не знаю но это вот в общем какой-то дорогой вкусный выдержанный алкоголь где вы больше чувствуете именно самого вкуса этого напитка нежели его спирт я бы этот аромат могла бы посоветовать не только любителям гурманика потому что если вы любите гурманнику он у вас уже есть вот просто он у вас уже бесповоротно есть а если до сих пор его у вас нет берите здесь столько разных нюансов которые играет каждый по отдельности но создают какое-то одну такую вот большую картину меня этот аромат вызывает чувство какого-то счастья какого-то праздника торжества это какой-то новый год я здесь слышу немножко глинтвейности да просто потрясающий сладкий вкусный но при этом он не переслащены вот ощущение как будто бы вы празднуете новый год или рождество в хорошей компании вы все таки вот довольны и счастливы и вы сейчас будете дарить друг другу подарки и вас очень хорошее настроение вы веселитесь вы смеетесь вот так вот я слышу этот аромат потрясающе красивый невероятно глубокий с интересным раскрытием я более чем уверена что но не знаю может быть есть какие-нибудь плохие отзывы на него но вот здесь я не знаю вот как в этот аромат можно не влюбиться это просто потрясающе и вот уже второй аромат который я хочу себе офлаконить дальше следующий аромат у нас будет просто легенда вот легенда 90-х двухтысячных да и до сих пор о нем говорят достаточно много это знаменитейший тот самый первый и единственный ангел от мюглер да я не знала как он пахнет когда я начала увлечение свое парфюмерии не был уже в доступе не мюглер ничего рядом похожего господи я в него кстати тоже влюбилась я его тоже буду офлаконивать но здесь я поняла о чем говорят все когда говорят что ни в коем случае не берите ангела вслепую вот в отличие даже от первых двух ароматов то есть ту же италику ту же принцессу это относительно безопасные ароматы хорошо собранные они действительно очень вкусные приятные гурманские их можно наверное даже подарить кому-то в подарок но вот мюглер от ангела нет во первых здесь очень резкий старт здесь очень такой вот знаете хищный такой вот непонятный немножко дикий старт который может вас испугать и меня он тоже испугал я бы тестировала понятное дело на коже я целый день посвятила только этому аромату и что я могу сказать вот знаете я этот день который носила этот аромат была просто под впечатлением сейчас таких ароматов много вы понимаете что этот парфюм был создан 30 лет назад и когда он был создан я читала он не приобрел той самой популярности которые он обладает сейчас аромат провалился никто его тогда не понял все были тогда увлечены какими-то цветочными историями какими-то свежечковыми историями а вот такой вот сладкий такой вот достаточно сложный ванильный парфюм он немножко держался как-то в стороне оливье кресп это просто какой-то гений это вот гений визионер который смотрел в будущее и он знал что ванильные ароматы они завоюют свое место на парфюмерном рынке и он оказался прав это просто что-то невероятное здесь в старте может вас напугать очень острая колкая хищная нота пачули причем пачули здесь такой знаете но практически подвальный но дайте ему пожалуйста время дайте вот ему хотя бы 15-20 минут когда под теплом вашего тела он начнет раскрываться вот тогда он вам передаст столько нюансов столько красоты вот мне даже сложно его как-то описать если сказать простыми словами то это сладко свежий аромат с ванилью с белыми цветами и с такими небольшими фруктовыми нюансами но если его описывать только так это будет слишком мелко для ангела это вы знаете это какой-то аромат не то чтобы ангельский нет вот он какой-то внеземной он какой-то сказочный вот действительно вот ощущение как будто вы попали в сказку но не в детскую сказку где все заканчивается хорошо я не говорю это какой-то мрачный аромат но здесь вот именно мир фэнтези вот именно мир фэнтези где есть и добро и зло где главные герои тоже могут к сожалению погибнуть где они преодолевают трудности где главные герои растут и они растут и ты видишь их рост личностный вот так вот я слышу этот парфюм это какой-то вы знаете фэнтези многослойные многозадачные непонятные но такой вот интересный затягивающий тебя в какой-то свой фантастический мир в общем этот аромат просто потрясающий я кстати еще хочу взять вслепую вот посоветуете мне могу ли я купить вслепую уже год смотрю на этот парфюм на ангел нова ангел то я буду брать я его уже поставила свой список желаний на следующий год скорее всего я в следующем году его приобрету потому что нож слишком уж много у меня хотела который стоит к сожалению не дешево поэтому ангела я приобрету но у меня даже вперед ангела мне хочется приобрести ангел нова который вот с такими красными вкусными ягодками но что касаемо классического ангела это просто потрясающе если вы с ним не знакомы то я советую с ним познакомиться потому что это не банальная гурманика это не банальный сладкий аромат для меня это фантазийный аромат про какие-то сказочные миры про какое-то состояние внутренние особое когда вы находитесь в каком-то творческом полете вот когда вы на вас находит какая-то муза и вы хотите творить вот так вот я слышу этот парфюм следующий аромат из нашей подборки сладких ароматов от сладкой женщины будет лолит олимпика мон премьер парфюм у лолит олимпики такие классные флаконы то есть вот это вот какое-то яблочко не похожая на яблочке от ни на речи но какое-то вот оно сказочное как будто бы это яблоко белоснежки какое-то оно такое вот тоже фантазийное интересное хотелось мне познакомиться с этим парфюмом и там много разных яблок но я попросил иру мне отлить именно этот аромат ну что я могу сказать он классный классный вкусный цветочный сладкий аромат для меня это аромат летнего праздника аромат какого-то летнего торжества цветочный он сладкий но сладость здесь умеренная цветочная не гурманская несъедобная очень понятная и вот знаете я наверное сейчас скажу странную мысль но мне вот этой вот фруктовостью своей которые понятное дело здесь есть он перекликается с ботега винета иллюжен точно такая же фруктовость она какая-то не прямолинейная вот такой вот знаете вот как какая бывает в каких-то спрей для тела она какая-то окутывающая какая-то вот такая мягкая какая-то вот округлая и проникающая прям вот в самый мозг вот фруктовость вот фрукты фрукты но несъедобные фрукты а какие-то парфюмерные вкусные фрукты и вот здесь фруктовость точно такая же и здесь есть вишня которая наверное играет со мной такую шутку но в ботега винетка нет вишни но фрукты мне почему-то звучат точно так же для меня это несколько вишневый аромат сколько цветочно-фруктового вишневый аромат вишня здесь не на первом месте она здесь просто вот так вы знаете только для того чтобы зацепить вот так вот зацепить ваше внимание а потом она весь взор вот так вот все я свою роль отыграла давайте какие-то уже цветочки с вами побудут красивый аромат женственный и хоть он и достаточно сладкий и возможно даже может быть навязчивым если вы его нанесете много для меня это вполне себе аромат на каждый день и почему я сказала что для меня это аромат летнего торжества потому что я представляю себе какое-то летнюю вечеринку вечером когда горят такие вот мягкие нежные огонечки и разносится очень густой сладкий запах цветов из сада вот как-то так я слышу этот аромат он достаточно понятный приятный интересный возможно так могло бы пахнуть в саду белоснежки из одноименной сказки а флаконить у меня желание не возникло не потому что он плохой потому что это не совсем мое направление я не очень люблю такие густые сладкие цветочные именно истории мне больше все таки если говорить о гурманике мне больше нравится какая-то наверное намек на съедобность но не слишком съедобные да вот такие вот истории здесь же немножко немножко много цветов для меня но тем не менее аромат просто волшебный если вы с ним еще не знакомы то я его могла бы посоветовать любителям вишневых ароматов здесь достаточно интересные нетривиальные вишня и очень красивые цветы ну и говоря о цветах как мы можем пропустить виктороль флауэр бомб это просто вы знаете легендарный аромат с которым я давно хотела познакомиться и я от очень многих людей слышал что это очень-очень сладко это очень приторно но действительно я соглашусь цветочки здесь такие вот ну сладкие такие же наверное как и в лолит олимпика но вот здесь в отличие от лолит олимпики где есть хоть какой-то намек ну какой-то там просто откровенно вишни есть на переднем плане там есть намек на цитрусы то вот здесь сплошные цветы и причем вот на блатере он не звучит наверное давайте чтобы быть более достоверно придется нанести его на потому что на блатере я его не слышу в общем что я могу сказать аромат практически 20 лет и за 20 лет он приобрел уже какой-то культовый статус и когда все говорят флауэр бомб это уже какое-то именно лицательное как флавуровым похож на флавор бомб на эту цветочную бомбу в общем парфюм хороший я понимаю почему он был популярен свое время потому что вот такие вот густые цветочные истории они всегда звучат выигрышно это всегда очень женственно это всегда очень приятно но в целом мне например меня он никак не зацепил здесь кстати достаточно яркая нота пачули которую вы можете не слышать не услышите но я ее слышу на моей коже пачули достаточно ощутимый но в целом аромат безопасный его но не то чтобы можно дарить вслепую вот его вслепую кстати я бы наверное никому бы не подарила потому что цветы здесь достаточно такие вот ну на любители я бы сказала они сахарные они как будто сварены в такую вот жижу в варенье политы сверху все еще это сиропом немножко добавили меда посыпали еще сверху сахаром очень много здесь пыльцы цветочные но в целом аромата шлейфовый он достаточно хорошо шлифит неплохо держится на коже по крайней мере на моей но я благодарна и этому атлеванты я буду им пользоваться вот так вот на повседневку на какие-то вот встречи например например с подружками можно почему бы нет но меня он не зацепил напишите пожалуйста какой из фланкеров flower bomb вы бы могли бы мне посоветовать для знакомства потому что у него очень большое количество фланкеров и они достаточно известные и успешные это вот прям аромат интересный вот он по-своему меня тоже зацепил не до такой степени чтобы его флаконивать но вот эти вот драгоценные капли которые у меня есть за эти капли я или благодарна это виканта мирабеля это сладкий гурманский аромат про ваниль вот все-таки я здесь больше слышу ваниль причем ваниль здесь но она такая прямо откровенная ваниль для меня это даже не ваниль это прямо знаете мы начали она звучит еще вполне себе как такая вот благородная царская ваниль но потом на моей коже это все скатывается в откровенные поняли вот прям ванилин как будто бы развели водой и нанесли на кожу но до того как он дойдет до базы когда он превращается ванилин вы услышите достаточно большое количество нюансов этого аромата которые не будут его определять только как сладкий цветочно ванильный гурманский аромат это тот самый аромат который не хочется съесть но который хочется вдыхать здесь нет ничего такого особенного что я могла бы сказать что о вот это мне надо вот этот аромат он все-таки больше для любителей ванили вот если вы любите ваниль вам наверное возможно этот аромат либо он у вас уже есть либо вам он нужен потому что ваниль здесь прям вот во всех нюансах отыгрывается благодаря тем цветам которые и оттеняют здесь я здесь слышу белые цветы полевые цветы я я кстати здесь слышу еще какие-то перченый нюанс нет не перец наверное какие-то вот специи вот эти вот специи они все вот и цветы и специи в этом аромате созданы только для того чтобы оттенить вани чтобы показать ее вот со всех сторон то она вот такая вот немножко острая с перцем то ваниль очень мягкая кремовая что можно даже сказать что немножко есть какой-то нюанс белого крема на теле то ваниль кондитерская то ваниль какая-то как молочном коктейле в общем ваниль разных оттенков здесь собрано и она здесь достаточно интересно но при этом при всем если вы хотите от этого аромата какой-то громкости и яркости здесь вы этого не дождетесь аромат очень тихий то есть вначале я когда его сделал пшик и на одну руку я тоже сделал пшик по-моему я сделала какой-то наверное это была олимпия скорее всего да олимпия была настолько громкой что мирабили на ее фоне просто потерялся хотя и там и там не сделала по одному пшику но в отличие от олимпии который кричала на 1 наверное часа полтора мирабили он набирал свои обороты тем что как только вот я вот так вот проносила своей этой рукой вот перед лицом до меня доносился очень тонкий сложный изящный шлейф из ванили и вот это вот тот самый аромат который хочется уткнуться вот прям уткнуться хочется в кожу и вдыхает вдыхает вдыхать его до бесконечности он очень тихо близко сидит кожа он создает какую-то особую такую мягкую тихую уютную спокойную гармоничную обстановку вокруг вас как будто окутывает вас своим вот таким вот невидимым коконом как будто создается какая-то особая аура да вот такая прозрачная полупрозрачная но заметная и по факту не будет какого-то хвостатого шлейфа но будет очень такой вот мерцающий легкий шлейф приятный аромат красивый и у него просто потрясающий флакон вот это вот бархат вам кажется каким-то черным но на самом деле это очень сложный такой вот интересный глубокий синий холодный оттенок потрясающе это красиво смотрится мне нравится флакон но пока что а флаконить него не захотелось для меня это аромат вот знаете какой-то гармонии спокойствие уюта которую хочется иногда вот так вот на себе ощущать и чтобы это для тех любителей гурманики которые не любят когда аромат бьет вам прям вот по носу на вот слушай меня и только я буду здесь нет это аромат очень спокойный уютный для женщин которые просто хотят приятно пахнуть олимпия парфюм это новинка 2024 года олимпия вот кто бы что не говорил у меня сейчас в наметках две олимпии но покупать я буду только одну и я до сих пор не определилась какая олимпия мне нужно потому что они мне обе нравятся но практически одинаково я говорю про флору я говорю вот про новинку 2024 года олимпия парфюм и для меня это парфюм для любителей ярких заявляющих громких ароматов но при этом многие боятся олимпию за их базу я тоже не очень люблю классическую олимпию мне не нравятся вот эти вот все их версии салар там или еще что-то но вот здесь вот это и вот тяжелой тяжеловесной базы классической олимпии как ни странно нет вот этот аромат вполне себе носибельный для меня для свежачкового человека я вполне себе смогу носить этот парфюм даже ну на повседневку ну конечно не каждый день потому что если носить ее каждый день устаешь устаешь от такого насыщенного громкого аромата этот цветочный парфюм я все так же слышу жвачку опять-таки фруктовые причем жвачка такая немножко химозная розовая такая вот знаете яркая вот как были до в конце 90-х начала двухтысячных такие вот яркие жевательные конфеты наподобие фрутелла но чуть подешевле я не говорю что это химозный аромат нет вот он именно яркий такой же вот когда вы только кладете в рот вот такую жевательную конфету яркую ярко-розового оттенка она просто как будто бы вот-вот бац и вас как будто вот будоражит от этого вкуса вот так вот такой вот яркий вкус насыщенный если вы не любите такие вот плотные яркие насыщенные ароматы наверное возможно это не ваша история но я наверное все таки вот сейчас вот прям прям вот сейчас вот сижу и думаю наверное все таки мне больше по нутру именно флора флора она более тонкая более изящная деликатная и там шлейф более прозрачный хоть я и сказал что этот парфюм можно носить на каждый день наверное все таки он больше на выход на причем на какой-то такой вот дерзкий выход если вы прям такая вся в вечернем платье такие бы на высоких каблуках у вас там какая-то роскошная прическа красные губы вот тогда олимпия парфюм будет просто идеально сочетаться с этим образом хорошие духи удачный запуск хорошая новинка достойное внимание и в принципе можно если там будут действовать какие-то скидки выловить его по хорошей цене ну и флакон это просто какой-то отдельный вид не знаю обожание вот настолько это классно смотрится вот этого черный флакон не знаю просто потрясающе и на этом я буду заканчивать свое видео про сладкие ароматы от сладкой женщины пишите пожалуйста нравится ли вам сладкие ароматы нравится ли вам гурманика в парфюмерии я делаю первые шаги в гурманских рядах парфюмеров в общем мне все нравится и были бы возможности я наверное вполне бы могла себе офлаконить все эти парфюм потому что каждый из них это просто какой-то отдельный вид парфюмерного искусства это взлет парфюмерные мысли гениальные я считаю что каждый из этих парфюмов достойным моего и вашего внимания но пока что я могу сказать что для себя я определилась пока что с тремя ароматами которые будут точно флаконивать понятное дело что это италий как серджов принцесса от келен и ангел от мюглер и плюс дополнительный четвертого от которого в этом видео пока что нет но надеюсь в будущем будет это angel nova спасибо вам большое за внимание чтоб досмотрели до конца надеюсь ставьте лайк пишите комментарии и подписывайтесь на мой телеграм-канал на youtube канал всем спасибо всем пока косы подели